Всем привет! Меня зовут Алла Топорска, я фотограф в жанре эстетики тела и ню. И я решила, что очень интересно было бы показать вам моделей живыми людьми, такими, какие они есть в реальной жизни, потому что чаще всего они воспринимаются просто как бездушное тело с картинки. Сегодня у меня второе интервью из этой серии. Хочу вам представить сегодняшнюю модель Елену. Это я. С Еленой мы на самом деле познакомились буквально вот вчера на съемке, поэтому я совершенно ничего еще пока о ней так же, как и вы, не знаю, и буду сейчас вот вместе с вами узнавать этого прекрасного человека. Расскажи немножко о себе вообще, сколько тебе лет, чем ты в жизни занимаешься, такого базового какой-то. Блин, мне уже 31 скоро будет. Так, ну еще 30. Уже скоро, одной ногой. Вот. Я занимаюсь бровки, реснички делаю. Ты бьюти-мастер? Да. Рука. Ну, после какого-то долгого рабочего процесса на больших компаниях, я поняла, что больше не могу работать в командах. Кем ты работала, ты по образованию? У меня неоконченное высшее кадровый менеджмент. И я тоже бросила. Ну, то есть ты поработала немножко офисным каким-то сотрудником? Я еще в офисном кредаве работала. Я даже универ бросила на пятом курсе, потому что поняла, что вообще мне не хочется. Вот. Я работала в Бристоле администратором пять лет. И там мне нравилось, потому что я могла сама создавать команду и управлять ей, соответственно, потому что недавно никого почти не было. А потом я работала в Леруа три года менеджером. И вот там-то я поняла, что нет, все, я больше не могу работать с людьми на таком потоке, не могу работать в команде, которую не я собираю, и на которую я не могу влиять. Вот. И решила уйти свое собственное поле. Да, 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 потому что мне одно и абсолютно комфортно в своем каком-то микромире. Хотя какой-то свой кабинет? Да, у меня студия в центре. И очень комфортно. Хотя все удивляются, что я ушла так же работать с людьми, но там абсолютно другая атмосфера, там все равно люди приходят... За радостью. Ко мне, да, там очень много разных девчонок, очень интересно с каждой пообщаться, да, что-то новое узнаешь, да, такие удивительные профессии приходят, и я всегда много так болтаю, мне кажется, что чересчур, но очень интересно просто узнавать что-то новое. Да, я согласна, у меня тоже, я как фотограф, получила возможность вообще знакомиться с разными-разными людьми, вот, например, с тобой, всем. Теперь еще у меня есть возможность проводить интервью, еще вы уже покопали. Расскажи, как мы с тобой состыковались, да, как ты попала ко мне на съемку, были ли у тебя до этого съемки профессиональные вообще, были ли у тебя съемки Ню? Расскажи об этом. Я увидела в группе, где фотографы ищут моделей, и мне просто понравились работы, но мне, в принципе, нравятся именно съемки такого жанра. Они-то как раз у меня и были, их было две, и вот именно они. Потому что мне сильно нравится эстетика, ну, вообще женского тела, когда оно красивое, какая-то красиво снято. Что вот ты видишь в этом? Мне, потому что очень часто задают мужчины этот вопрос, потому что, видимо, у них нет понимания, что женщина сама может просто наслаждаться со своим телом, не пытаясь соблазнить мужчину. Вот расскажи, как ты это решишь? Ну, уровень самовлюбленности, он таков, что я хочу на всю стену свой портрет повесить, как раз в Ню, поэтому... Нет, это вообще, наверное, не связано именно с соблазнением, потому что, мне кажется, там есть, конечно, эротика, но она очень скрытая, довольно-таки, и больше там всё-таки красоты. Я всё время, да, говорю о том, что на женщине сейчас большой такой груз ответственности висит, то есть, надо быть и умницами, и красавицами, да, и очень много вот этого сравнения идёт в соцсетях с другими, да, и тело, оно как неотъемлемая часть уже этого всего, то есть, за ним надо следить, за ним надо ухаживать. И когда ты тратишь уже столько времени на то, чтобы оно... Ну, и сил, всё равно это и питание, и много дисциплины часто, и когда ты тратишь уже вот столько сил на создание такой вот идеальной себя, почему бы себя не запечатлеть? Почему бы себя не запечатлеть для себя самой, не пытаясь кого-то завознить? Ну, сто процентов, да. У меня, в принципе, нет каких-то рамок ограничений, ну, вот, даже рамок в плане тела показать себя вообще нет, поэтому я не вижу в этом ничего такого, и мой круг общения состоит, опять же, из тех людей, которые, да, которые никогда не скажут, «Лен, ты чего, соски?» Блин, когда я проколола соски, моя подруга сказала, «Ну, понятно, что будет следующим?» Что будет? Что будет? Какой-нибудь чего, какого-нибудь чего не хочется. Всё гармонично. Сейчас я себя, наверное, максимально гармонично чувствую. Кстати говоря, про проколотые соски. Я же там выложила маленькую-маленькую кусочку видоса со вчерашнего дня, и мне сразу противоречивые мнения стали писать. Одни, мужчины, разделились на то, что это круто, красиво, когда женщина украшает себя какими-то татуировками, какими-то пирсингами и так далее. Другие пишут, зачем вы это всё делаете? В общем... Ну, я сто процентов это делала с точки эстетической какой-то. Мне просто нравится. Я ещё с детства знала, что у меня будут татуировки. Я, наверное, первую подгрудью сделала в 18 лет. Это вообще совершенно осознанный шаг. До сих пор ты любишь, принимаешь и не хочешь. Ну, я уже даже их не замечаю, все свои татуировки, потому что это часть меня. Так же, как и пирсинги. Я уже не представляю просто, что их нет на моём теле, скажем так. Все обычно спрашивают, какой в них смысл. Вообще никакого глубокого смысла никакого нет. Это просто украшение. Ну, вот лично для меня, да. Как родители приняли в 18 лет твои татуировки? Ну, мама когда увидела, она говорит, Лен, скажи, это переводка редкая. Да, это переводка. Она такая, ты же врёшь, я-ка. Да, я вру. Все. Ну, в 18 лет меня довольно-таки строго воспитывали. До 18 лет. В 18 все. Самостоятельный человек делает свои поступки со мной. И все, я уже перестала, скажем так, отчитываться. Я уже не жила с родителями. Вот, поэтому они никак не могли повлиять на это. А сейчас вот те же самые съёмки Нью, если увидят твои родители, ты переживаешь об этом или нет. Или это комфортно для тебя. Как ты это воспринимаешь? Ну, я, наверное, не переживаю. Или они, в принципе, не особо-то и увидят. Они, может, и увидят, но я думаю, что мне ничего не скажут. Даже так? Ну, это бесполезно. Ну, потому что если они скажут что-то, то я всё равно не послушаю. Если они скажут, что всё, больше так нельзя делать. Ну, ты пойдёшь из вредности делать, что не снялась. А партнёр есть ли у тебя, как он мужчины нет? То есть, я часто тоже слышу, что мужчины хотят свою женщину закрыть, запереть, никому не показывать. Ну, я точно понимаю, что это не мой мужчина. Сто процентов. У меня никогда не будет такого. Ну, потому что я слишком яркая. Даже из-за физиологических каких-то данных, я высокая, длинная, многое. И тебе нравится это показывать. Ну, да, да. И, то есть... Вот я вообще обожаю тех женщин, которые принимают себя и несут себя с гордостью. Вот прямо тебе благодарочка. За то, что ты инвеках пропагандируешь это. Да, да, да. Не снял. Вот, поэтому... Ну, я точно понимаю, что такого мужчины у меня нет никогда не будет. Ну, их не было, скажем так, в моей жизни никогда. Они, мне кажется, сразу чувствуют, что... Не потянут. Ну, не то, что не потянут, что просто мы ментально будем абсолютно разные. Зачем лишние нервы? Ну, да. Так, расскажи вообще про свои ощущения в момент съемок, которые у тебя... У тебя получается три, да, всего было съемки Нью? Да, да, да. Вот первый раз вообще, как это для тебя было в первый раз сейчас? Как это вообще? Что ты испытываешь в момент съемок? Ну, есть какая-то в любом случае неуверенность. То есть поначалу, когда ты первый раз видишь фотографа, то, конечно, у меня есть неуверенность. Вот я четко понимаю, что тело у меня всегда получается классно, но лицо... Вот тут, конечно, есть сомнения, но, в принципе, вчера было сильно комфортно. То есть я понимаю, что ты говоришь, куда нужно повернуться, как поправить. Это для меня как бы очень важно. Первый раз у меня была фотосессия, там вообще, по-моему, просто меня молодой человек увидел на улице. И он оказался знаком у моей подруги, и он меня вот так позвал на фотосессию. Сразу на нюх? А я сама захотела, потому что у меня прям изначально, мне просто очень нравится этот стиль. Вот. И да, там классные фоточки тоже получились. А, второй раз это было забавно. Мне почему-то хотелось пофоткаться в золоте. В золоте в каком? По всему телу. Поэтому я купила болончик впервые. Ой, прям просто краску, что ли? Да. Боже, это, наверное, разряжает же кожу. Ну, нет. Нет? Мою кожу нет. Да, так, хорошо. Вот. И у меня сестра просто полностью покрыла мое тело из баллончика. Афигеть. И вот, да, я фоткалась. Это было забавно, немножко неприятно. Оно как? Оно быстро высыхает или дрипка? Оно моментально высыхает, да, но в какой-то момент не общего рисунка, он начинает лопаться, да, конечно же. Но это, в принципе, на кадре и получше смотрелось. Да, потому что кожа не такая стянутая, и то есть это, наоборот, стало изюженько. Ты смелая женщина, да? Но такие эксперименты готовы. Классно. Да, отлично. А расскажи вообще вот эти фотографии, ты куда-то их выкладываешь? Ты говоришь, что вот ты хочешь какие-то картины в себе сделать, да, в комнату. Как ты будешь выбирать вообще эти картины, куда ты эти фотки применишь? Ну, вообще, я бы, может, и даже и зарабатывала на этом, но я в плане заработка такой очень сильный перфекционист. И то есть, если я буду понимать, что это, ну, вот мне самой лично будут настолько нравиться эти фотографии, что я буду понимать, что, блин, я бы сама их купила, то я бы даже на этом и зарабатывала. Вот, ну, это, наверное, в принципе, со временем, если я буду продолжать, то да, почему нет. Нарабатывать в аэропорте? Да, конечно, конечно. Вот. А так просто для себя мне вот хочется какой-то повыкладывать. У меня есть телеграм-канал, я могу пытаюсь еще что-то повыкладывать. Ссылочку прикрепим на твой телеграм-канал? Или не оставь? Да нет, можно, там просто, как сказала, одни, там вообще не брови, там мой личный дневник, моих размышлений. Ну, это интересно. Ну, это больше интересно, наверное, будет девчонкам, потому что я пишу так сладко, приторно. Ну, ты такая, такая, ты есть. Да, я вылезла из романтического фильма, вот, это я. А почему ты думаешь, что мужчинам это не нравится? Мужчинам тоже бывают романтики, мужчинам тоже бывают... Мне такие мужчины не нравятся. Какие тебе мужчины нравятся? Расскажи твой идеальный образ мужчины. Вообще именно образа нет как такового, если мы берем внешность. Раньше я думала, что есть, но недавно я поняла, что нет. Все-таки важнее то, что внутри. Да, сто процентов. Нет, внешность, конечно, она сто процентов имеет значение, потому что в первую очередь мы обращаем на это внимание. Но внутри, наверное, должно быть чувство собственного достоинства. Для меня это очень важно, потому что оно включает в себя такие качества, как уверенность, как здоровый эгоизм, как самоуважение. То есть это какая-то небольшая полноценность человека, и вот с таким как будто бы я готова строить отношения. Чтобы чувствовать себя в паре на уровне, вместе с партнерами. Это круто, я считаю. Да, конечно. Решительность сто процентов, в частности. Мне кажется, это сама такая, и ты как бы себе ищешь такого же партнера на том же уровне развития. Потому что, знаешь, говорят, вот сильные женщины сложно найти. Действительно, может быть, это и сложно, но это не потому, что мы хотим командовать. Потому что ты, ну, с рождения, условно, вот у тебя есть качество, такие как решительность, ответственность. Ты не можешь их выключить, потому что, ну, условно, твой мужчина, он не может принимать решения так же быстро, как ты. А тебе хочется, чтобы мужчина был как бы лучше у тебя, да? Ну, не лучше, но он должен быть, наверное, опытнее. Потому что, ну, должен что-то мне давать, наверное, так же, как и я ему больше, ну, в меньшином плане. Да, не тащить тебя на себе, этого мужчину? Ну, таких я даже не рассматриваю. Ну, это да, это партнерство должно быть, когда вы друг друга вдохновляете, где-то мотивируете, где-то вы друг друга учитесь. Потому что из всех своих отношений я брала вот максимум, чему я могла научиться у этих людей. Ну, у тебя такой, видимо, высокий очень уровень осознанности. Ты как-то занимаешься саморазвитием? Ну, да, конечно, конечно. Что ты делаешь? Медитации? Медитация – это моя больная тема. Мне искренне нужно, ну, мне даже психолог говорит, что мне нужно медитировать, потому что у меня очень много мыслей в голове, я очень быстро принимаю решение, очень молниеносное. И она говорит, Леон, тебе нужно остановиться. Тебе нужно... Улучшить голову просто. Да, тебе нужно ветер почувствовать, что-то вот такое. Я не могу, то есть это... Должна быть определенная дисциплина, должны быть тренировки. Дисциплина, конечно, страдает у меня. Вот, я пробовала, но очень тяжело, потому что выключить голову для меня – это невыносимо. Потому что я могу... Ты любишь все анализировать, да, очень сильно? Нет, не анализировать. Ну, вот я, например, могу, да, все, я легла, дышу. И тут же у меня какие-то мысли... Надо это сделать, надо это сделать. Так, вот, я думаю, в канальчик буду вот это закинуть, написать на эту тему. И в итоге все, и ничего не получается. Но очень сильно мне бы хотелось, да. Да, я, в принципе, просто читаю... Ты ходишь к психологу? Раньше ходила, давно уже перестала. Интересно. Года три назад, и сейчас пока нет. Сейчас пока натальная карта. Про это я вообще ничего не знаю, расскажи немножко. Да и там, блин, это стыдно. Почему? Да нет, ну это, как будто бы это псевдонаука, но мне кажется, это чисто женская история. Натальные карты, дизайн человека. Я это все люблю. Мне можно рассказывать. Вот, но... Кто ты по дизайну человека? Манифестер. Вот, сразу видно. Я про ректор. Вот, то есть, я каждый раз, когда какую-то натальную карту делаю, там, дизайн человека, я каждый раз в своей исключительности убеждаюсь, потому что там вот этот Манифестер, там 13% это всего населения редко. Да. Да, я 13%. Ну, вот это девчачья, конечно, история. Но иногда нравится как-то вот так анализировать. Может где-то находить даже вот в таких вещах подсказку, там, какие-то свои сильные стороны, слабые. Но это просто заставляет задуматься и где-то проанализировать свое поведение, свое мышление и что-то, может быть, поменять. Да. Это не значит, что, там, знаешь, если будет написано «Вам подходят только рыбы», вот, обратите на них внимание. Ну, конечно же, нет, это 100%. Я тут понял, больше просто самоанализ какой-то. Интересная идея. Да, вот это прикольно. Давай про мечты немножко поговорим. О чем ты мечтаешь? Так, мечтаю. Ну, я всегда мечтала, честно говоря, путешествовать тоже, как с татуировками с детства. Ты много уже путешествовала? Вообще нет. Ты была за границей? Нет. Еще только? Большую часть времени я постоянно работала. Вот я постоянно работала. Вот тебе надо прям, да, тебе надо выключить голову и съездить попутешествовать. Да. И мне хочется как будто бы что-то делать своими руками. Не брови и ресницы, а мне сильно нравится. Создаваться. Ну, например, лепка и рисование, что тебе такое? Мне, наверное, нравится, так как я работала в отделе электротоваров, и где-то я смотрела выставку онлайн, и там были из проводов кто-то делал человеческие фигуры, и это так красиво, просто невероятно. И вот моя студия, дом мой точнее, она выглядит как притом, и вот я как раз хочу из нее притом сделать, студию, где я могу быть одна, где я смогу рисовать. А ты любишь, что ты рисуешь? Все, что угодно, все, что угодно делать. Просто мне кажется, если человек рисует, он как бы все рисует. Ну, он умеет. Если человек не рисует, я не рисую, я ничего не могу не рисовать. Ну, я скажу так. Домик с солнышком. Я думаю, что искусство очень преобразилось. Рисовать, скажем так, рисунки старой школы, конечно, нет. Сто процентов нет. Абстракции пять минут, все готово. Тебя это вдохновляет? Да, но мне это больше не нравится, потому что я могу побыть одна, я могу как раз, наверное, в этот момент я могу отключить голову и просто творить, что-то делать и быть именно в этот момент какой-то чувственной и именно телом работать, а не головой. Вот это для меня важно. То есть, в момент отключения головы. Ну, а из проводов ты пробовала уже что-то делать? Или тебе просто это понравилось? А ты бы как бы хотела что-то делать? Что-то у меня просто в голове есть. Интересно. Вот, но что-то мне хочется делать своими руками, потому что я еще с детства, вот это, миллион кружков от оригами, да, кружок, кружок, не-не-не-не-не, от вот оригами, да, плетение из бересты, и я там всеми видами спорта занималась. В общем, ты очень активный человек. Сейчас уже нет. Сейчас каким-то занимаешься спортом, как поддерживаешь вообще тело свое? Хлеб перестала есть. А хлеб люблю больше всего на свете. А, вот, осознанный отказ в пользу тела, да, произошел? Боже, давайте мне хлебушка. Я просто поняла, что я питаюсь одним хлебом в какой-то момент, то есть я могу взять багет в Ашане. Ашан, свяжитесь со мной, потому что я, это просто ходячая реклама ваших багетов. И я просто, все, Лена, это нам на три дня, уху, я выхожу из Ашана, дохожу до дома, и его нет. Боже. Потому что он горячий, он хрустящий. Просто все, я не могу себя контролировать в этот момент. Как ты смогла отказаться? Взять свои руки по-манифестерски? Ну, нет, я бы сказала, что у меня просто, ну, каких-то таких зависимостей у меня никогда не было. У тебя вообще-то есть какая-то диета, что ты это делаешь на против тела? Или ты вот, да, нормы детей? Это генетика абсолютная, стопроцентная. Я раньше занималась в зале долгое время, но сейчас я такая ленивая. И сейчас я так много работаю, что такая, да нет, ну какой я знаю, ты и так устала. Ты и так красивая. Нет, но сильно хочется, потому что, да, есть генетика, но как будто в 30 есть уже и гравитация. И то есть в 20, конечно же, у тебя все подтянуто, но я четко понимаю, что со временем это все начнет уже падать вниз. И спорт, да, 100% очень сильно хочется, но пока я в проекте не могу себя заставить ходить, но понимаю, что нужно. Ну а спорт какой бы ты выбрала, просто зал или, может, там, не знаю, тоже танцы, что-то такое? Зал, зал мне нравится. Танцы мне нравятся. На Твербу бы походила. Ну, у меня дальние подходящие. А, мне очень нравится большой теннис. О, круто. Да. И короткая юбка тебе идет, мы уже посмотрели. Да, 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 очень сильно. Я раньше занималась маленьким, была чемпионкой города. О, ужас. Вот. И в какой-то момент набросила, потому что у меня есть такая дурацкая черта, когда я чего-то добиваюсь. Уже становится неинтересно. Да, неинтересно. И в большой я недавно играла, и очень сильно мне понравилось. Вот этим бы я занималась. Какие еще у тебя таланты есть? Вот ты бы сказала, между прочим, сказала, что ты тут чемпионка города. На самом деле, наверное, это про меня, что, знаешь, таланты. За что возьмешься? За все. Появил бы, что круто. Ну, тут я бы сказала не талант, тут упорство. То есть, если я вижу какую-то цель, я хочу этого добиться, ну, я не вижу никаких препятствий. Но мне кажется, ты такая увлекающаяся, что если тебе что-то интересное, ты можешь вовлечься прям, и все силы туда бух-бух-бух, поэтому у тебя резко результаты получаются. Да, и потом резко я перегораю. Это, конечно же, есть, но я сейчас более контролирую этот процесс, потому что не хочется, не хочется терять каждый раз увлечение и что-то хочется все-таки развивать, а не просто, ну, да, 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 все-таки чего-то добиваться на длительный какой-то период, нежели вот это как срочный получить. Ну да, высоты-то могут быть еще выше. Можно стать чемпионкой города, можно стать чемпионкой страны, а можно дальше. Да, да. Круто, круто. Очень ты интересный человек, мне кажется. Если вы какие-то вопросы хотите еще задать, можете написать в комментариях, возможно, Лена вам ответит на эти вопросы. Вообще, я была с тобой очень рада познакомиться, мне с тобой было очень классно, комфортно фотографировать. Мы снимали вот в квартире, но мы сделали прямо, не знаю, пять или шесть разных, вообще совершенно разных образов, поэтому съемку можно посмотреть у меня в канале, либо на меня на Бусти. Лена, тебе большое спасибо, очень-очень интересно с тобой было поговорить. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. Да, сто процентов, потому что даже осталась нереализованная идея. Да. Поэтому да. Ну все. Да, пока-пока. Пока-пока.